Будучи школьником, меня очень интересовал контент на тему компьютеров. В частности, мне попадались видео от Spline и Madimurka. У последнего прям был какой-то отвальный тонус. А мне всегда нравилось экспериментировать, как с теми же ПК, так и с операционными системами. Первое, к сожалению, оставалось за кадром. Да и будучи школьником, я не мог себе представить подобный контент от своего имени в публичном доступе. Прошло кучу лет. Я вырос из различных мини-выпусков с субтитрами на экране и тут-тут с музыкой к полноценному для себя продакшену и никак не собираюсь останавливаться. Какие бы мне трудности не ставили. Вероятно, не каждый может понять, но делая различный контент, я чувствую себя счастливым. Так вот, за годы моей деятельности и экспериментов у меня скопилось достаточное количество запчастей и различных компьютеров от родственников и знакомых. Да и тем более, в моей голове витала одна забавная, может быть, не новая и, вероятно, безумная идея. Сделав свой первый шаг в этом экспериментальном видео, я изъявил желание собрать компьютер из того, что есть дома, не потратив при этом ни единого рубля и посмотреть на то, как оно будет вести себя в условиях современного интернета и сегодняшнего компьютерного мира. Вот так решил необычно поэкспериментировать, а дальнейшее развитие данной рубрики уже будет в ваших руках и обратной связи. В этом видео, само собой, мы соберем полноценный ПК, не потратив на него ни рубля, кратко ознакомимся с комплектующими, установим на него операционную систему и попытаемся покорить интернет. Думаю, будет интересно и какую платформу мы возьмем для нашего будущего компьютера, учитывая кучу запчастей дома. Учитывая, что у меня действительно имеется неплохое количество компьютеров, как собранные, как целые ноутбуки, так и просто лежащие в коробке в виде плат. Есть и сокет 462 и 478, 775 и 754 и АМ2, в итоге решил остановиться таки на 775, как бы для кого-то это банально не звучало. Почему я пришел к такому решению? Все очень просто. Платы на 775 у меня каким-то образом более цельные, чем на 754, который чутка вспыхнул, или на 462, нашедшем случайно в сарае и висевшем у меня на стене как сувенир. Плата не подает признаки жизни, пробовал запускать ее аж 8 лет назад. Вообще, 775-й сокет, или же официально сокет T, появился аж в 2004 году. Он пришел на замену 478-му и впервые показал пользователям интересное на тот момент решение. У процессора были только контакты, а ножки переместились в сам сокет. В этот сокет можно вставить довольно большое количество семейств процессоров Intel, от Pentium 4 и Celeron до Core 2 Duo, Core 2 Quad и даже Xeon, который вообще изначально предназначался для 771-го сокета. Умельцы додумались же подпилить процессор и сделать для него переходник. И худо, бедно, но работает. На небольшом количестве материнских плат. Но видос не об истории вечного 775-го, все же комп мы собираем из гвоздей и бутербродов. В ее эпоху появились DDR2, а затем и DDR3, да и распространение PCI-экспресса и SATA как стандартов. Данный сокет полюбило большинство пользователей из-за ее цены и доступности, а также из-за широкого выбора чипсетов и их высокой производительности на то время. Intel прекратила поддерживать эту платформу в 2011 году, а материнки с ней еще очень долго были в обиходе и встречались на каждом шагу, как и в компьютерах, так и в бюджетных серверах. Даже сейчас, если мы зайдем на сайт с объявлениями, то можно встретить достаточно много компьютеров на 775-м сокете, начиная от обычных офисников и заканчивая игровыми решениями былых лет, как утверждают владельцы своих объявлений. У меня было много 775-х, хотя после того, как я их раздавал знакомым и друзьям, в моем распоряжении осталось только две. И то, одна из них со вздутыми кондерами, да и плата не включалась, к сожалению, продолжительное время. Конденсаторы хотелось бы перепаять, но в моих загашниках таких кондеров на 470 микрофарад просто нету, а с маркетплейсов заказывать пока впадлу. Если кому интересно, то это плата MSI MS7267 2007 года выпуска. А сегодняшней платой будет гигабайт... эээ... фиг знает, что это значит. Да как фиг-то? Хотя, да, тут для меня только 945G знакомо. Это используемо на матери чипсет. Так вот, плата с таким названием модели была выпущена на рынок в 2005 году в формате Micro ATX. Официально поддерживает Windows 2000 и, само собой, Windows XP, а из процессоров переваривает Pentium 4 и Pentium D. На этой плате установлен здесь первый, на архитектуре пресс-код в 3 ГГц. Видеокарточкой у нас прослужит NVIDIA GeForce 9500GT. Однако есть и встроенная в чипсет, но встройка она так, для прикола, чисто в винду поставить и Москва-петушки почитать. Жёстким диском здесь будет Samsung на 160 гигабайт с разъёмом SATA. Корпусом всего этого творения прослужит не коробка, а чутка пожелтевший NVIDIA Z588 с OEM-наклейкой белорусского дистрибьютора компьютерной техники и передней панелью. К сожалению, в моей практике практически всегда эти передние панели через полгода-год почему-то либо отваливались окончательно, либо начинали чудить и в конечном итоге тоже откидывались. Открывается она у меня вот так. Не спрашивайте, почему так вышло, вот просто не спрашивайте. Качество китайского пластика, оно такое, как вкус хананского бальзама, если делать его не по рецепту венички. Здесь, кстати, можно заметить некоторые белые участки на корпусе. Как несложно догадаться, тут были кастомные наклейки, налепленные по глупости в 14 лет. Большая ошибка. Ну ладно, собрать всё это дело несложно. Для антуража я накину дисковод и два флопи-привода. Чисто по приколу, авось понадобится когда-нибудь. У меня заглушек не осталось, лол. Блок питания здесь PowerMan на 350 ватт, и об комплектующих можно рассказывать чуть ли не бесконечно. Так какую операционку мы поставим? Наш Собрэш имеет 2 гигабайта оперативной памяти, типа DDR2-800, по одному гигу каждая. Однако есть возможность поставить 3 гигабайта, добавив 2 плашки по 512. Без спойлеров скажу, что это не очень здоровское решение, и я не стал так делать. Несовпадение частот этих планок с частотами планок по одному гигабайту как бы и ладно. Самое главное, пускай будет 2 гигабайта в 2 канале, чем 3 фиг пойми как. В общем... Настал момент запустить все это дело. О, я уже походу не угадал. Лампочка не горит. Включение. Но сам компьютер включился. Отлично. В качестве операционной системы, учитывая объем АЗУ, рискнул любопытство ради выбрать 64-битную Windows 7. Материнская плата 2005 года, система по факту 2009. Вроде рвануть не должно. Все-таки не одиннадцатую же ставим. Вариант с 32-битной виндой отбросил без раздумий, так как считаю данную разрядность в ПК неактуальной. У меня есть коробочное издание Windows 7. Не максимальное, а профессиональное. Но это тоже отлично. Кстати, пока начиная ставить систему, хочу сказать, что более подробно Windows 7 вы можете посмотреть в моем выпуске про историю разработки. Вдруг кто не видел. И если у вас не включен спонсор-блог, то хочу пожелать вам хорошего настроения и подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии и хайп голоса, если у кого-то это есть в мобильном приложении. Это помогает мне развиваться дальше и слышать аудиторию. Огромное вам спасибо. Тем временем наша система установилась успешно. Ну что тут рассказывать? Пустой рабочий стол, те самые игры, пробный период системы в три дня и отсутствие звука. Стоп, отсутствие звука? Такое, конечно, можно было бы списать на отсутствие звуковых драйверов и посчитать автора глупеньким. Хотя стоит принести к сведению, что в диспетчере устройств все отлично показывается. Устройство с поддержкой High Definition Audio. К слову, неизвестных устройств тут вообще никаких нет. Все драйвера устройств этого ПК были успешно найдены системой. Даже драйвера для видеокарточки от Nvidia и сетевого адаптера от Marvel подтянулись. В остальном тут пошли стандартные универсальные драйвера, что вполне неудивительно. Ну звука-то все так же нету. Можно попытать удачу и обновить драйвера. Я всегда скачиваю драйвера через SDI Lite. Очень удобная для меня программа. Следовательно, я ее и скачаю. А, точно. Хоть Frogfind помог ссылку достать. Ага, конечно, рано радовался. Уж легче закинуть это все на флешку с 7-зипом в придачу да воткнуть в компьютер. После того, как я обновил драйвера на звук, видеокарту и все контроллеры на чипсеты, звук у меня не заработал. Более того, стало хуже. ОС начала сообщать о том, что драйверы должны быть с подлинной цифровой подписью, а у тебя ее нет. И таким образом, запуск устройства при текущих обстоятельствах не будет. Драйвер от сентября 2021 года. Отключать ради этого цифровую подпись... Как будто костыль. В итоге пришлось ставить драйвера 2009 года. Да, они более старые, чем предложенная Microsoft по стандарту. Зато тут есть плюс. Приложение от Realtek. И, о чудо, звук-то появился! Ура! У меня теперь есть звук! У-у-у! А вот из разъемов на передней панели работает только USB слева. Обидно. Следующее, что я хочу сделать, это поставить свой фон рабочего стола, Total Commander, Sumatra PDF, браузер Supermium и Windows Live Messenger, да Quip с кастомными серверами. Без первых трех программ на старых системах мне буквально жить невозможно. А последние две чисто по приколу. Далее встает вопрос о возможности освежить нашу систему всеми последними патчами. У меня на этом ПК официальный Windows 7. Если быть точнее, SP1 2011 года релиза. И после установки присутствует только одно важное обновление, под номером 976902, выпущенный перед релизом этой самой SP1 для дальнейшего получения обновлений. Больше ничего. На помощь приходит небезызвестный Legacy Update. Если кто не знает, то это сервис, который предоставляет старым ПК и операционным системам, начиная с Windows 2000, получить все последние обновления вместо стандартного центра обновлений Microsoft, где его фронтенд был закрыт. Его сервера с высокой долей вероятности по сей день живы, учитывая наличие официального поисковика по всему каталогу центра обновлений Microsoft с дизайном из 2007-го. Это не шутка! Вводишь номер нужного тебе апдейта, и он спокойно его предоставляет к ручной установке. Вес всех обязательных обновлений составляет почти 2 гигабайта. Зато мы получаем более-менее современный и последний интернет-эксплорер, какой-никакой .NET-фреймворк, все обновления безопасности и патчи до января 2020-го года. Можно, конечно, было поставить апдейты из программы Extended Security Updates, там можно ОС подтянуть до 2023-го, однако позже пришел к решению, что оставлю все так, как предоставлялось официально для пользователей, без всяких трюков. Весь процесс система завершила за 3 часа. ТРИ ЧЕРТОВЫХ ЧАСА! Окей, отключаем центр обновлений за ненадобностью и начинаем использовать интернеты. Тут позволю себе отступиться. Я практически сразу заметил, что после обновлений система стала работать намного медленнее, чем обычно. Почему? Все дело в телеметрии, которая была добавлена в один из апдейтов для Windows 7, еще в эпоху старта Windows 10. Благо, это представлено здесь в виде службы Diagnostics Tracking Service, и можно без проблем отключить. А теперь мне нужен этот интернет ваш-то? Как сообщал в видео ранее, браузером здесь у меня выступит Supermium с последней, на момент 2 октября 2025-го года, версией. Если простые сайты по типу AllDos и форумов ввиду своей простой верстки открываются практически мгновенно, то с YouTube уже сложнее. Загрузка идет чуть дольше, а процессор при этом, очевидно, заметно напрягается. Видео уже при 480p вовсю долбит процессор в потолок и подгрузки контента. При этом оффлайн-просмотр того самого контента прекрасно тянется и в 720. Да, времена в интернете поменялись. Далее по списку идет Discord. Его официальное приложение давно не поддерживается. Не страшно. Можно зайти с браузера. Работает это все чудо, кто бы сомневался, медленно. Однако разговор идет отчетливо. Я всех слышу, без зависаний, при этом потолок никуда не уходит. Демонстрации показываются с переменным успехом. Мастодон и Твиттер здесь проявили себя 50 на 50. Скронинг текста не вызывает затруднений, а вот воспроизведение контента уже тяжелое занятие. Как и дубль ГИС. Сама карта очень тормозит, что в вебе, что в приложении. Но сам интерфейс работает плавно. Чего мне хотеть буквально от компьютера с Pentium 4, Nvidia GeForce 9500 GT и 2 гигабайт АЗУ? Спасибо, что хоть так работает. Работает-то работает, а вот можно ли запустить тут виртуальную машину? Одновременно да и... Одновременно нет. Зависит от ПО. Современный виртулбокс не захотел ставиться в виду устаревшей системы, что понимаемо. А вот пятая версия встала без проблем. Скорость вполне удовлетворительная. Досбокс Икс здесь установился отлично, а внутри его эмуляция Дос приложений тоже работает хорошо. Только браузер или что-то прочее тяжеловесное запускать не стоит. Досбокс просто начнет задыхаться. VMware и 86 бокс проверять просто не стал из-за отсутствия смысла. Но итог из этого составить уже можно. Ни капли не удивителен тот факт, что данный компьютер, собранный из камней и палок, тормозит в каких-то задачах, особенно если дело касается современного веба и просмотра карт. Если дело касается оффлайн-работы в виде просмотра создания документов, просмотра скачанного контента или музыкального центра, то такой ПК с этим вполне справляется. По данным HD Sentinel, состояние здоровья жесткого диска оценивается в 79%, с наработкой в чуть больше 80 дней, что немного необычно. В следующем эпизоде я бы хотел продолжить работу с этим ПК. Монтаж и запись, проба новых операционных систем и слегка хотелось бы присмотреться к оптимальным Linux-дистрибутивам при таких условиях. Я бы хотел добавить сюда игры, но мой игровой мир ограничивается пинболом, Need for Speed, игрушками от Alavar и Novosoft и вебфишингом. В общем, посмотрим. Мир ПК куда интереснее, чем нам это кажется. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Это все, что я хотел показать вам на этот раз. Буду рад вашим комментариям и мнениям по поводу такого экспериментального контента. Огромное всем спасибо за просмотр и отдельно благодарю донатеров, поддержавших канал финансово. До новых встреч и не стесняйтесь творить так, как вам по душе, дорогие друзья.